Здравствуйте! Сегодня в рамках онлайн-урока мы затронем такую важную тему, как оказание бесплатной юридической помощи в Сахалинской области. Российская Федерация в соответствии со статьей 7 Конституции РФ является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. А в статье 48 Конституции закрепляется право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе установленным законом, образом бесплатно. Данное право является важнейшим социальным благом, которое обеспечивает реализацию конституционной гарантии. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Сахалинской области основными субъектами ее оказания являются органы исполнительной власти Сахалинской области, а также подведовственные им государственные учреждения. Одним из таких учреждений является Агентство по обеспечению деятельности мировых судей. Сегодня у нас в гостях специалист Агентства, курирующий направление бесплатной юридической помощи гражданам, ведущий аналитик юридического управления Орлова Валерия Николаевна. Валерия Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте мы проступим к вопросам. Пожалуйста, подробно расскажите нам о законодательстве, которое регулирует бесплатную юридическую помощь как на территории страны, так и в Сахалинской области. Здравствуйте, уважаемая аудитория. Сразу хочу сказать, Илья Максимович озвучил, что основными участниками программы бесплатной юридической помощи являются органы исполнительной власти всех уровней, федеральный, уровень субъекта и муниципальные уровни. Так вот, по поводу уполномоченного органа в субъекте, этим уполномоченным органом в Сахалинской области как раз назначено Агентство по обеспечению деятельности мировых судей. Если говорить о нормативной базе, которая регулирует основы, так сказать, оказания бесплатной юридической помощи в Российской Федерации, то, естественно, основным законом является федеральный закон 324 ФЗ об оказании гражданам бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Данным законом как раз и устанавливаются основные гарантии права граждан, то есть это права, которые формируются Конституцией, и этим законом также предусматривается алгоритм, механизм, так сказать, оказания помощи на территории Российской Федерации в целом и по субъектам. Но если говорить коротко об этом законе, то, значит, основными принципами являются, это описаны в этом законе категории граждан, которые имеют на получение бесплатной юрпомощи, кто является участниками системы оказания бесплатной юридической помощи в Российской Федерации, какие виды помощи могут получить граждане, обратившись за оказанием бесплатной юридической помощи, и, значит, кто является уполномоченными органами в субъектах. В Российской Федерации статьей 20 этого федерального закона установлены основные категории граждан, и статьей 12 закона 324 ФЗ дано право субъекту, ну то есть нашему региону, нашему полномоченному органу, то есть Агентству по обеспечению деятельности мировых судей, принимать нормативные правовые акты, которыми мы в рамках Сахалинской области можем расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение такой помощи. В соответствии с этой статьей 12 нами были разработаны проекты нормативных правовых актов, это и законы Сахалинской области, и постановления правительства Сахалинской области, и приказы, которые как раз регулируют деятельность по оказанию бесплатной юридической помощи на территории области, ну и в общем-то вся нормативная база в КУПе довольно успешно на территории области действует. Ну что ж, раз мы отронули такую тему, как законодательство, то логично будет и рассказать о том, какие же категории граждан у нас имеют право на оказание бесплатной юридической помощи именно вот в Сахалинской области. Ну немножко скажу о тех категориях граждан, которые установлены в федеральном законе, статьей 20, как я уже говорила, это 8 основных категорий, в которые я не буду их перечислять дословно, просто скажу, что это социально незащищенные категории граждан. Прежде всего, это инвалиды 1-й, 2-й групп, это малоимущие граждане, значит, это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, это несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики, безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, отбывающие наказание, вот, либо вот только освободившиеся. Это граждане, которые признаны судом недееспособными и так далее. Но мне как раз хочется остановиться на тех категориях граждан, которые дополнительно получили право на бесплатную юридическую помощь, как раз-таки в рамках нашего закона Сахалинской области 61 ЗО. В соответствии с этим законом было принято решение на территории Сахалинской области, помимо тех категорий, которые я перечислила, еще право на получение бесплатной юрпомощи могут, значит, получать у нас граждане, такие как неработающие инвалиды, третий групп, это только вот на территории Сахалинской области, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Беременные женщины, родители, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также мать, отец, являющиеся единственными родителями, имеющими несовершеннолетних детей или ребенка. Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, мы знаем, что у нас на территории области достаточное количество таких граждан проживает. Затем лица, освобожденные из мест лишения свободы и нетрудоустроенные на момент обращения, они тоже могут получить правовую помощь бесплатно. Граждане, относящиеся к категориям «дети войны» и граждане старше 70 лет, эти две категории граждан были включены в перечень в конце 2019 года. И сейчас хочется немножко сказать о том, что сегодня буквально состоялось первое чтение в Сахалинской областной думе, где рассматривается вопрос о расширении, о дополнении этого перечня граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи на территории Сахалинской области. И туда мы предлагаем своим законопроектам, депутаты нас поддержали, внести такие категории, как ветераны труда и ветераны труда Сахалинской области, достигшие пенсионного возраста, и неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости, размер которой не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Сахалинской области. Но мы надеемся, что депутаты нашу инициативу и поддержат, и, значит, в скором будущем эти граждане тоже пополнят наш областной закон, в котором как раз дополнительно категории граждан установлены, помимо тех, которые прописаны в федеральном законе. Спасибо большое за ваш ответ. Ну вот представим такую ситуацию, что гражданин захотел получить бесплатную юридическую помощь. Куда, как и когда он может обратиться за такую помощь? Значит, ну, здесь мы, поскольку Агентство по обеспечению деятельности мировых судей, восьмой год занимается этим направлением, я еще раз повторю, что мы являемся уполномоченным органом в данной сфере, и, значит, организация бесплатной юридической помощи на территории области построена следующим образом. В нашей области, в нашей области, как мы знаем, 18 муниципальных образований, и в каждом муниципальном образовании есть специалист при администрации муниципального образования, к которому можно обратиться за получением бесплатной юридической помощи. Эта вся информация о, значит, специалистах, об адресах, значит, где расположены, да, данные пункты, так сказать, приема граждан, вот, есть на сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей. Любой гражданин, который подпадает под категорию, установленную федеральным законодательством или законом Сахалинской области, может обратиться как в письменном виде, так и в устном виде на личный прием. Также можно обратиться на сайт администрации, значит, наших муниципальных образований, где обязательно есть вкладка «Бесплатная юридическая помощь». Спасибо большое за ваш ответ. Привет. Можете ли вы, пожалуйста, поделиться опытом агентства, как оно принимает участие именно вот в оказании бесплатной юридической помощи населению? Вот какие мероприятия проводите? Спасибо за вопрос. Дело в том, что мы стояли вообще у истоков, так сказать, создания, оказания бесплатной юридической помощи на территории Сахалинской области, потому что, когда вступил в действие федеральный закон 324 ФСЗ, а он был принят 21 ноября 2011 года, мы приступили к реализации своих задач с 2012 года. Изначально это выглядело следующим образом. К нам стали обращаться граждане. Граждане обращались с различных муниципальных образований, то есть начиная от Курил и заканчивая АХОЙ. Это было не совсем удобно, значит, то есть два специалиста в Южно-Сахалинске не могли обеспечить качественный прием граждан. Тогда было принято решение, учитывая географическое положение нашей области, то, что у нас островной регион, мы наделили 119-м законом Сахалинской области, органы местного самоуправления, значит, об оказании гражданам бесплатной юридической помощи. Сейчас основная задача агентства, это первое, это обеспечить, значит, грамотную работу, чтобы работа была высококвалифицированная. Для этого мы занимаемся и созданием, и совершенствованием нормативной правовой базы. Мы разрабатываем методические рекомендации для специалистов, которые на местах в каждом районе области оказывают такую помощь. И плюс, естественно, мы выезжаем в командировочные мероприятия, то есть проводим командировочные мероприятия в соответствии с утвержденным планом. Обязательно посещаем в году, по возможности, все 18 муниципальных образований и проводим там приемы граждан совместно. Хочется еще добавить, что участниками системы оказания бесплатной юридической помощи на территории Сахалинской области и, в общем-то, по России в целом, являются, как я уже говорила, и федеральные органы исполнительной власти, и органы субъекта, и органы местного самоуправления. Также подведомственные учреждения, это я сейчас перечисляю, государственных участников государственной системы бесплатной юридической помощи. Так вот, возвращаясь к приемам граждан, которые мы проводим на местах, мы, как правило, их проводим совместно с уполномоченным. Привлекаем туда уполномоченного по правам ребенка в Сахалинской области, представителя аппарата, уполномоченного по правам человека. С нами иногда выезжают депутаты, которые курируют тот или иной район, ведут прием граждан тоже. Есть представители органов местного самоуправления, которые отвечают за то или иное направление. Если брать в целом вопросы, которые возникают у граждан в области, то это вопросы, в основном, касающиеся реализации жилищной политики, вопросы жилищного законодательства, если вот так можно их обобщить в одну тему. Почему? Потому что на территории области достаточно успешно реализуется программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Поэтому вопросов у наших категорийных граждан социально незащищенных очень много. Значит, еще одно такое направление – это вопросы, связанные с выплатой, то есть с исполнением алиментных обязательств. Это касается тех родителей, которые одиноко воспитывают детей, беременных женщин. Для этих целей мы, как правило, привлекаем сотрудников Федеральной службы судебных приставов, которые берут на контроль вопросы, связанные с исполнением алиментных обязательств. Но все вопросы различные, и, так сказать, если формировать их по группам, то это и вопросы, значит, связанные с пенсионной реформой, то есть вопросы пенсионного законодательства. Понятно, что у нас, значит, в России сейчас пенсионная реформа волнует многих, и поэтому конец 2018 и 2019 год, это были вопросы, наверное, процентов 40 составляли по пенсионному обеспечению, по пенсионному возрасту, по разъяснению прав пенсионера. Ну вот, собственно. Малерникова, спасибо за ваши ответы. В заключение нашего урока хотелось бы отметить, что Сахалинская областная универсальная научная библиотека предоставляет для своих читателей большой выбор литературы по праву и юридическим наукам. Предоставляется эта информация в электронном виде из электронных библиотечных систем ВАН, Библиоросика, IPR Books. Сюда же входят документы из коллекции «Государственная власть» президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Кроме этого, библиотека предоставляет свободный доступ к справочным правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант», где хранятся нормативно-правовые акты последней актуальной редакции. Благодарю вас за просмотр данного материала. Ждем вас в стенах библиотеки. Продолжение следует...